peugeot победить не может это вам не вот рисовозы ваши я никогда peugeot хорошим автомобилем не считал ну спросите меня ну собран то мог быть не угодно это производственная мощность намного важнее это же идея стандарты качества я сел сюда это прям откровение какое-то шелуха которая дает ощущение богатого автомобиля по сути хочешь поскорее выйти друзья всем привет здрасте вы же регулярно рекомендуете переименовать наш канал в чайный мпс но мы будем бороться и в частности вахтанг раздобыл не китайского я раздобыл его что залив этот тигр такой же белый перламутровый как французский маникюр снизу peugeot его величество 4008 этого мне вот рисовозы ваши и какой красивый автомобиль есть один маленький нюанс эта тачка собрана где ну это же производственной мощности она собрана в китае для каких-то китайских рынков по сути это три тысячи восьмой но несколько увеличенного объема китайцы народ компактный чтобы можно было можно больше запихать туда китайчат но тем не менее он остается peugeot ну как nokia собирались когда-то в китае они оставались финскими так согласен ладно меньше слов что у тебя под капотом у меня под капотом мотор это хорошо это достижение 1.6 с турбиной двигатель работающий с восьмиступенчатым тойотским автоматом айсин это идеальное сочетание плавнейшие мягкие автомобили давай открываем капота посмотрим что там у нас вроде пафосные тачки но и там и там кочерга газовых упоров нет но самое главное вахтанг смотри что у меня есть моторное масло рейнвелл и это немецкий бренд разливается не в китае заметь в россии и компания аллея групп давно работает на российском рынке и собственно если у вас будут какие-то вопросы вы всегда знаете куда обратиться а если не знает какое масло подойдет к peugeot джили либо к любому другому автомобилю который сейчас есть на рынке на сайте рейнвелл есть подборщик масел он укажет вам конкретную вязкость конкретные параметры которые необходимы лично вам и там же вы найдете объем масла которое вам будет необходим для замены и кроме моторных масел у рейнвелл еще есть огромное количество автохимии есть и антифризы есть трансмиссионные масла и так далее так далее большая линейка заходите на сайт ссылочки вот в описании кроме того аллея групп делала же какую-то определенную оптохимию для евро репара пижошного кстати да поэтому я заберу себе на всякий случай не доливать не надо у меня пьюртек чистейший мотор но масло мотором не испортишь давай чистейшим я бы его не назвал пробег у peugeot 8000 километров у джили пробег 10000 километров уж не знает то ли мотор мыли то ли он меньше пачкается но у peugeot я бы сказал что моторный отсек грязноват у джили все несколько привычнее двухлитровый турбомотор который мы знаем по тугель и манджаро но дефорсированный до 199 лошадиных сил и на переднем приводе мокрая семиступенчатая роботизированная карабка передач понятно что по плавности хода наверное вот такая конструкция несколько уступает пижот но у атласа недавно появилось исполнение с автоматом и с полным приводом и это уже совсем другой расклад но о нем мы вам как-нибудь в отдельно поподробнее расскажем а теперь самый главный вопрос так машина нас вроде бы более-менее похожих размеров но может быть пижот чуть-чуть поменьше цена ну мой вот прекрасно комплекта комплектации allure обойдется вам всем китайцев водам ненавистникам китайских машин по нужде 4700 с небольшим тысяч рублей 4700 за переднеприводные ну такую нормальных размеров кроссов я почитаю что это все вот от лукавого переднепривод и вот просто тачка кайфовая дачка она стильная выглядит дорого ей дорого похоже чем-то на ларта дизайн крутая ну как привод или непривод ну бог с ней если есть четыре с половиной миллиона на дать тачку все да но за четыре с половиной миллиона есть серые воя есть полноприводные танкисты можно зелененькая есть не знаю джили манджара в конце концов белый за четыре с половиной верно но ты едешь как китайцевой тут ты едешь откуда не возьмись на европейской тачке я смотрю ты откуда ее привез нет если бы это была европейская немецкая тачка да я бы еще несколько человек а все остальные увидят пижо и пижо все вот они видят пижо и помнят правило трех ф французов ford и fiat не покупаем есть другая шуточка царя зверей это это елку не чиним я я не хотел этого ты сам виноват до трех с половиной миллионов рублей и вы берете топовые вот с этими мигающими лампочками с хрусталиками чтобы у вас это дорого было все да и больше миллиона у тебя в кармане я настаиваю что джили за этот должен получить балл я считаю что эмоции без про эмоции мы потом поговорим согласись это хорошие деньги это мотоцикл дом небольшой просто можно кутить да ну в общем но больше миллиона рублей это очень ощутимая разница я не буду тебя вы торговой 2 балла вахтанг ну вот балл за цену мы джили точно отдаем и что касается стоимости содержания у джили в этом смысле все максимально просто дилеров огромное количество как сэкономить вы знаете заходите на сайт автоспот точка и там вы находите предложение например на первое то она официально стоит в районе 17 со скидкой до сколько отдают мне нет мне на джили 12 500 15 2 тысячи рублей в кармане но это только первое то если мы говорим например про то 4 при пробеге 40 тысяч километров то официально она стоит 6 2 42 на автоспоте есть предложение в районе 30 12 тысяч рублей я считаю что очень хорошая экономия если вы сейчас купили себе peugeot официального дилера вы его также можете обслужить у любого официального дилера гарантия поддерживается по всей стране естественно точно также можно получить скидочки на автоспоте первые то официально стоит 23 тысячи рублей против 17 напомню но со скидками получается одинаково 15 тысяч рублей то 4 также стоит больше 40 тысяч рублей на автоспоте наш какие из предложения 31 23 снова не угадал приятно ошибаться в сторону увеличения да то есть вместо 42 тысяч 23 19 тысяч рублей экономия это как раз вот ну там на большое количество бензина мне кажется при я считаю что здорово эта история очень хорошо очень помогает экономить на обслуживание машин и при этом не лишаться гарантии здорово что да но и при этом гарантии все-таки хочется иметь и на peugeot и на джили и здорово что она есть ссылочки на автоспот будут в описании мяч итак мы сейчас едем на peugeot 4008 это змейка раз два три отсутствие туннеля хорошо тем что можно выставлять ногу какой клёвый руль меня по-прежнему бесит и здесь на змейке особенно его странная форма но то что вот по змейке я могу просто переставлять вот просто перекидывает руль туда-сюда и машина попадает об 29 41 не руль красит человека автомобиль красит руль прям вот я на на самом деле достаточно долго почти неделю проездил на джили и потом пересел на peugeot и я считаю что джили это наверное лучшее то что сейчас делают китайцы именно с точки зрения драйва вот ощущение на руле я сел сюда это прям откровение какое-то за девочкой фоа то есть понятно что есть к динамика если вот ускорение но не покачивает но вот вестибуляр к откликается это нормально нет вот этого тошнотрона я вот я стал на этом автомобиле ездить быстрее чем мне надо и вообще вот никогда же пижо чем-то каким-то спортивным не казалось а вот после джили прям вот кайф лёгенький руль режиссером фильма такси что пижа не пижа не казался спортивным мы посмотрим как пройдет атлас атлас помощнее но и потяжелее и попробуем попробуем давай спорт режим 1 2 3 такое ощущение что я еду на хруль в старай и во время заседания какие крены сразу и он хуже работает задней осью и сильнее скользит передний 28 53 но мощности больше прям вот чувствуется ты слышал мы дольше шлифовали при том что здесь резина 245 а там 225 здесь просто вот момента 325 против 250 на peugeot и моща решает так или иначе но конечно вот именно вести машину по змейке если бы мы оставили только змейку как элемент или там какую-то попытку объехать препятствие то я вы что джили бы конечно проиграла лосиный тест до лось бы пострадал до peugeot явно отзывчивее на руле все но вот все прямые участки везде где ты нажимаешь на газ везде джили естественно по чуть-чуть отрывает момента больше плюс роботизированной коробкой передач естественно выше кпд но был тонказание сильнее ну есть он у нее крены больше собственно у атласа же как раз то чем он не нравится это то что после тугела у него появилась какая-то более живая подвеску перестал быть зубодробильно жестким балл достается джили если бы кому-нибудь было интересно мое мнение так я бы сказал что джили заработала полбала но счет на табло я уверен что зрители нас не поймут определенно не поймут поэтому просто балл уходят джили джили заявляет что у атласа дорожный просвет 215 миллиметров машина у нас штатная защита ворсистая пластиковая сам бампер вроде бы неплохо вздернут пробуем высота нашей покрышки напомним 200 миллиметров бесшумно бесконтактная я думаю что но 210 под пластиковой защиты точно есть у французов с дорожным просветом традиционно очень сложные взаимоотношения например в случае с peugeot заявляется что высота под порогом 235 миллиметров это конечно очень важно но не отвечает на вопрос сможет ли 4008 пройти нашу покрышку высотой 20 сантиметров или нет у нас машина не совсем штатная на нее установлена стальная защита двигателя пробуем покрышка как лежала так и лежит она не подвинулась но при этом был контакт стальной защиты и вот у меня такая сложная дилемма мне кажется с ними защиту и скорее всего peugeot прошел бы ее бесконтактно был бы там пластиковый пыльник он либо слегка бы шоркнул по покрышке либо не задел бы совсем как джили и я честно говоря не знаю какой результат дать но так как покрышка не сдвинулась пусть наверное будет ничья вот покрышка как лежала так и лежит и оба автомобиля и и прошли вот согласись мне кажется джили вот так вот визуально кажется же покрупнее ну я бы назвал это массивнее но мы понимаем что зачастую тебя может быть вот столько пространства вот такие стены и там у тебя вот ларец поместится в лучшем случае смотри кефиром джили обещает 650 литров peugeot дарит нам 460 литров полезной площади багажного отделения я бы сказал peugeot уступает обещая на 200 литров меньше 650 400 обещает не значит дать давай открываем раз подожди два два три фальстарт не ровненько идут смотри-ка мы их промерили и вот в первый момент когда ты открываешь багажник кажется что джили больше вот мы вдвоем окажется глубже но мы же не понимаем вот эти все вырезы уклоны да мы промерили багажник длину ширину в самом узком месте между арками и высоту вот в таком в нижнем положении пола и вот если просто перемножить три этих параметра то получается что peugeot даже чуть чуть больше но мы действительно мы не учитываем угол наклона спинки мы не учитываем вот эту форму потому что у peugeot все-таки именно линии примыкания багажника она имеет наклон здесь она более вертикально мы не учитываем боковые ниши но вот так визуально именно вот после как мы все это перемножили по мере естественно высокоточной рулетка как вы любите получилось что peugeot даже чуть-чуть больше а что я требовал заказать а и при этом надо признать что ребята из джили то сэкономили розетки на 12 вольт у меня есть вот я не знаю нужна кому-нибудь розетка на 12 вольт если нужно берите peugeot если не нужна берите же можно поставить какое-нибудь устройство fm-трансмиттера последний раз когда ты пользовался 12 вольтовой розеткой в багажнике когда мы заряжали они нет ну мало ли сумм-хладильник скороварка хлебопечь либо печь либо печь ответный магнитофонного кассетный стерео все везде где есть 220 пригодится фен да а мы выяснили что peugeot чуть-чуть выигрывает по ширине и чуть выигрывает по высоте джили выигрывает по длине багажника но при этом когда ты опускаешь пол у тебя вот там сзади образуется ступенька у peugeot же по опустишься как как шахты лифт дальше все остается какие-то пластиковые штучки зато есть пару ниш я бы наверное попробовал себе что-то выторговать но я обратил внимание на то что у peugeot ведь заметно меньше погрузочной высота это всегда плюс и бампер черный неокрашенный а здесь окрашенные детали и при погрузке собственно вот это наверное будет проблемой поэтому я предлагаю честную боевую ничью за что ничья то у меня больше опций вот у меня есть ниша в которой спокойно встает четырехлитровая канистра масла и еще остается место то есть пятилитровую баклажку с незамерзанкой ты спокойно сюда бросишь просто наливай трубочку ставишь да попробуй пристроить куда-нибудь багажнике peugeot такую канистру это запросто у меня же съемная штука и поэтому раз и что рядом стоит и будет она у тебя летать по багажнику соглашайся на ничью ордена мне не надо я согласен на ничью вот как по твоим ощущениям насколько peugeot это китайский автомобиль либо может быть не китайский собран то он в китае напомню ну собран то он мог быть где угодно это производственная мощность намного важнее это же идея стандарты качества это я бы китайским его не назвал очень классный салон очень очень уютный дорого сделанный ощущение какой-то дорогого автомобиля машины и вот это вот запатентованная архитектура пижошная ай-кокпит интуитивно понятный весь этот вот интерфейс странный формы рулек шестигранный как сота пчелиные но мне лично нравится он очень хорошо лежит в руке вот здесь сверху как чемоданная ручка им прямо очень классно так вот фигачить из стороны в сторону поэтому одно удовольствие от машины но вот я поездил нормально на атласе он меня был достаточно долго я проехал 900 километров на нем на минуточку и я скорее втянулся вот понятная тачка она меня не раздражает ничем кроме отсутствия кнопок и вот этим огромным экраном да вот ну просто это не всегда удобно и в общем я ездил думал да все хорошо а потом я взял пижом на выходные и я тебе могу сказать я конечно кайфанул меня тоже раздражает работа мультимедиа но именно ощущение французского автомобиля я бы сказал что она там на сто процентов присутствует нет она прислана сказывается вот в ощущение от машины такое же как в рено в таких хороших моделях пижо мне очень нравится вот этот материал из которого сделана торпеда наверно во первых двухъярусность она добавляет какого-то антуража это ощущение технологичного автомобиля очень классно выглядят эти вот ламинированные ну под ламинированный олиминей тумблеры и странная странно настроенный юзабилити если можно так назвать машины то что вот эта крутилка на руле казалось бы она должна что-то важное менять может информация поездки и настройки бортового компьютера но она меняет стиль прибор приборной панели информация поездки как раз регулируется вызывается вот этой кнопкой как раньше в газели был док на торце ну конечно один раз сделать и к этому наверно можно будет привыкнуть но это необычно и возможно вот в этой необычности есть изюм пижо и французские машины в принципе вахтанг а как у тебя с теплыми опциями слушай ну на улице жарко сейчас они не нужны а зимой тоже не нужны ну ладно тут есть небольшой недоразумение с теплыми опциями есть подогрев сидений и больше ничего не подогревается ни руль ни стекло ну заднее разве что только но вот не знаю у меня странное ощущение мне понравилось какие пижо я вот ну за те последние два с половиной года что мы тестируем преимущественно китайцев я конечно соскучился по хорошим машинам и вот в те времена в прошлой жизни я никогда пижо хорошим автомобилем не считал ну спросите меня но вот сейчас когда я сел конечно вот этот контраст он поразителен по извилистым дорожкам у меня на даче по горам по холмам пижо ты едешь и улыбаешься вот просто ты кайфуешь а на джилле ты просто едешь тебя мощный мотор у тебя надежный автомобиль так он просто стоит на дороге как утюг но пижо то он прям живой он прям ах он кайфовый а вот с атласом такого увы нет но возможно тут и ты прав тут еще есть какой-то элемент ностальгии когда мы прикоснулись к чему-то старообрядческому и нам это кажется классно но я ездил в своем атласе и какое-то время назад и мне действительно пижо нравится больше за счет своей сбитости за счет какого-то вот такой точно точно реакции на руль прямо пока на каждый градус его поворачиваешь пальцами понимаешь что сейчас с машиной произойдет какую траекторию она впишется но в то же время джили конечно поражает и теплыми опциями у меня есть все у меня есть подогрев лобового стекла у меня есть подогрев всех сидений есть вентиляция передних кресел есть подогрев руля вот все что необходимо у тебя есть и при этом есть оригинальные китайские фишечки например вот это такой тонированный стеклянный пластиковый естественно противосолнечный козырек это же клёво согласись но здорово что у китайских машин появляются какие-то свои стилистические дизайнерские решения но я всегда говорил и повторюсь на еще раз что мне важнее общее ощущение от машины и акустический комфорт и и динамика чувство динамики чувств руля много важнее чем вот пластиковые козырьки подогревы и какие-то опции прикрыть против дисплей проекционный вот эта вся шелуха которая дает ощущение как богатого автомобиля по сути из него хочешь поскорее выйти по уровню шумоизоляции наши соперники похожи их не назвать идеально тихими никакого там вот ощущение прям полета чего-то такого нет мотора работают нормально гул от дороги он приходит и там и там в пижо наверное его чуть чуть меньше просто потому что колеса поуже здесь нам дорожного гулу может быть чуть больше но в целом вот на трассе это два достаточно гулких автомобиля может пижо если тише то прям вот на совсем чуть-чуть что касается расхода топлива у нас практически паритет при том что джили потяжелее и помощнее пижо полегче но при этом видимо то ли автомат более прожорливый то ли мотор более старый тык вот я на джили проехал 900 километров расход 7 и 6 на пижо я проехал около 300 километров расход меня получился семь с половиной такая одинаковая езда там немного по городу немного на дачу где-то по пробочкам где-то ходом вот но в среднем 7 с половиной литров и на том и на другом автомобиле достигаемо если экономить можно опуститься ниже если не экономить оба они уедут за десятку но вот я не знаю как распределять баллы пижо победить не может потому что нет теплых опций потому что много чего из того что есть у джили в пижо нет победа джили нет потому что ну потому что я хочу ездить в пижо вот если отбросить ценовой вопрос и вот просто поставить рядом два автомобиля вот они у меня были какое-то время рядом стали во дворе 2 у меня вопрос не стоял я просто садился в пижо и ехал но не знаю вот я все-таки предлагаю ничью мне кажется это будет честным ну наверно все по рукам ничья вахтан игорь усаживайся поудобнее ты посмотри сколько места ну место есть за счет того что нет ничего другого чего нет другого подогрева сидений например как-то а где а это хитрость на самом деле сидящий сзади он в джили в равный никто просто холоп он может попросить водителя если водитель соблаговолит если пассажиры хорошо себя ведут то он может включить обогрев через огромный центральный экран мультимедиа мне кажется не совсем правильно вот на автобусах время висит табличка во время движения не отвлекайте водителя здесь это правило не работает да потому что экран большой физических кнопок в автомобиле нет ни спереди папа-папа холодно папа жопа замерзла включи я подогрев пошел ты да но у тебя есть воздуховодики хорошо а есть юсб-шка причем и такая и тайп си и нормальная разные конфессии да есть кармашек единственное чего тут нет нет это нет центрального тоннеля а как тебе стеклоподъемники ну я заметил когда мы съездили змейку очень хорошо рукой задевает дело случайно и открывается окно да такая себе тема я вот проездил больше недели на атласе и ну естественно как водителя и мне по-прежнему тяжело привыкнуть вас в какую сторону открывать какую закрываешь перед открывать о я интуитивно логично я интуитивно мило мне нравится как интегрированные ручки в дизайн и это и вот в рукоятку ручка в рукоятку да самое главное посмотреть сколько мест и талонные пальцы да над головой даже несмотря на люк тут ладонь встает на ребенке пелов надо мною тишина до пинка не регулируется но сидеть же хорошо и отсидеть больше приятное надо признать что хорошо здесь можно съемки в этот карман да да и на дверях большие карманы много места пойдем посмотрим как в пижо пойдем по пижонски игорь да как ты помнишь у меня удлиненный автомобиль лонг версия европейских ваших до сижу три тысячи войну с 5 сантиметров до колесной базе размах ног есть проблема какая даже удлиненный пижо короче по колесной базе чем джили атлас на 47 миллиметров почти на те самые 5 сантиметров атлас по базе еще больше зато геометрическая проходимость выше ну вот так можете написать что я ляпнул не в тему спинки кресел передних прям вот очень красивые лекала такие настоящие европейские посадка вроде бы приятная посадка намек на натуральную кожу внимание как классно пластик сочетается с косухой кожей и нет ощущения что просто вставка народная как будто все целое сделано все очень красиво но место меньше где мясо над головой я хотел спросить ну вот где один палец не прищеник головат не касается и сколько сколько там тебя над головой сантиметров там ладонь на ребре была вахта а тут глава не касается хотя там космос бескрайний ты едешь тебя на голову не давит а вдруг ты в цириндре едешь или у тебя старинном в город на праздник путник очень спешил пишите в комментариях что за песня вот 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 как быть давай так как с программой сидений подогрев сидений есть передние меня это у нас тоже номинально есть но выпаде включена так он есть ладно есть место есть здесь нет нет ниши для всякой херни соответственно туда ничего не насыпется да нет юсб-шка одна а в атласе было два воздуховода и в атласе было два воздуховода два ниже в твоей логике они же есть есть все есть 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 давай так я думаю спорить не будет рамя крыша у меня есть в атласе тоже есть да просто дай мне балл за задний ряд просто что там больше места есть подогрев задних сидений да ну а за что пижо может получить за утилитарность я считаю просто отдай баллы и не позорься джили обещает что я разгоню с места до сотни за восемь целых и две десятых секунды на две с лишним секунды быстрее чем пижон это удивительно учитывая что у нас мощность не настолько сильно отличается но собственно два литра много крутящего момента при этом очень тяжелые 20-дюймовые колеса и собственно сама масса автомобиля она заметно больше и так спорт режим попробуем с одной педали тоже когда я пробую с одной педали выговорить надо было с двух когда я пробую с двух выговорить надо было с одной попробуем для начала с одной хороший старт даже был легкий намек на букс 4 и 1 до 68 и 8 до 100 не паспортные данные но я бы сказал достаточно честно паспортные данные скорее всего будут достигнуты на более легких колесов потому что вес колеса он имеет значение и собственно то что мы за 4 секунды разогнались до 60 говорит о том что вот зацеп то есть как бы все хорошо а дальше вот мощности и столько сколько есть ускорение 60 до 100 это уже показатель чистой мощности с места до 60 происходит быстрее чем от 60 до 100 и дальше соответственно динамика разгона будет снижаться посмотрим чем ответит пижон итак посмотрим сколько нам китайско-французский кроссовер покажет скорость от 0 до 100 заявлено 10 и 4 напомню 1 и 6 turbo я поеду со всеми сил у нас я поеду дальше выключу кондиционер спорт режим между прочим не сильно бодрый старт слышно как прям передача с каким-то страданием переключаются заявлено 10 и 4 показал нам что прибор показометр 10 и 1 ну вот превзошел заявленные характеристики молодец автомобиль 47 до 60 сейчас мы с женей вдвоем на более тяжелом атласе будем унижать вахтанга по разгону схода мне кажется это должно получиться нет ничего чтобы этого не произошло понятно что робот он менее комфортен и вот это все особенно если где-то в пробочку встали на подъем это чувствуется да на парковке где-то если есть уклон работа робота ощущается автомат плавнее и вроде бы 8 передач обещали что как-то машина поедет побыстрее но нет она из места тяжелее пошла собственно поэтому я думаю что исходу я тоже вахтанга порвать смогу давай в спорт режиме без вот ничего собственно в самом быстром варианте 3 2 1 пошли и даже дал чуть-чуть фору вахтангу но уже вот я докрутил одну передачу пол корпуса вторую передачу и уже корпус ну и можно долго продолжать он не то чтобы сильно отстал но естественно отстает и это при том что со мной сидит женя соответственно если бы мы вес уравняли то вахтанг бы обстал еще сильнее мне кажется был впереди мне тоже так показалось но наверное это честно я надеялся что пижо может отыграться за счет более скромной массы и за счет одной лишней передачи но нет китайский здоровяк оказался шустрее вахтанг игорь расскажи почему мы прощаемся с нашими дорогими зрителями вот в такую обстановку у нас же моноприводные автомобили маститые внедорожники разные террены бездорожье и все прочее что собственно хотели проверить в итоге мы настояли по грязи в пороге можете написать что мы не умеем ездить по бездорожью прокладка между рулем и короче мы то как кроссовер без полного привода деньги на ветер да как результат мы сидим вот тут вот ждем тягловую силу какую-то понятно следующий вопрос как так получилось как так получилось что прекрасный французский автомобиль даже если мы откинемся в сторону цену уступил какому-то непонятному китайцу так все просто это ваши рвачи побольше метришка по себя смести тут побольше багажничек побольше скоростей тут что-то вот этот мотор побольше вот все здесь вот достаточность есть плотность битый салон достаточный мотор мы на привод этой принципиальной позиции пижошников что не будет вам ну кроме там всяких электроверсий полного привода да потому что лень работать и по и проще устраивать парады согласен и последний вопрос так почему так получается что это автомобиль собраны в китае китайскими заботливыми ручками точно так же как и мой джили атлас ты когда прямо на про китай говоришь каким-то вот не все хорошо не разжигайте так вот как так получается что эта машина стоит 4 800 а это стоит три с половиной это пижо потому что почему он настолько дороже собрана и то это в китае они обе прошли абсолютно одинаковую таможенную очистку то есть получается что пижо и в китае тоже дороже а что удивляет есть просто машина дорогая есть повод дешевле зайдешь в обувной магазин чем чем лучше пижо почему пижо настолько дороже терял отделки технологии в двигателе настройка автомобиля репутация в конце концов и вот это вот все и вот это вот все да если бы эти автомобили стоили одинаковых денег я бы наверное все равно даже при том что пижо проиграл своим повалом я бы взял пижо я тоже да но учитывая что боль между ними больше миллиона мне кажется у французов нет никаких шансов но я придумал лазейку я хочу притащить себе что-нибудь интересное из китая бэушная ну там типа трех четырехлетняя и вот такой поддержанный пижо он имеет шансы на мои деньги потому что 4800 я за него точно не отдам за эти деньги есть танк за эти деньги есть воя куча других полноприводных больших машин но за два с небольшим миллион рублей которая обойдется трехлетний пижо вот точно такой же собранный в китае и ввезенный в россию со всеми утилями конечно конечно тащить из китая китайскую машину поддержанной мне кажется нет никакого смысла а вот притащить оттуда тойоту мазду французов мне кажется идея здравая друзья спасибо что были сами напишите в комментариях какой из этих двух автомобилей выбрали бы вы и почему и что думаете о поддержанных китайских европейских машинах из китая и у всех вот эти вот историки игорь сказал что это прям целый ритуал когда заказываешь машину или мотоцикл из другой стороны ждешь вносишь предоплаты это ждешь вы зачеркиваешь цифры в календаре что пока привезут и вот чудо случилось напишите что думаете на счет классно ли даже интересно ли вам ждать машину когда она приедет этот волнительный процесс или вот она прям прийти и купить пришел в салон взял ипотеку и уехал босиком но за рулем спасибо что были с нами и подписывайтесь на наш канал кто не подписался у нас есть дзен телеграм авто мпс пока